Музыка Для спокойной старости Иван Михайлович Заекин выбрал Кишинёв, куда перебрался в 1928 году. Первое время прославленный борец действительно проводил в чтении книг да в сидении на скамеечке, но надолго его не хватило. О какой спокойной старости может идти речь в 48 лет? Возвращение Заекина в спорт началось с занятий с соседскими мальчишками. Уличные драки он постепенно свёл на нет, вместо них появились поединки по всем правилам. К тому же в 1929-м на манеж вернулся давний друг, учитель и соперник Заекина, тоже Иван Поддубный. Именно в цирке в те времена провалились соревнования борцов и выступления атлетов. Родился Иван Михайлович в деревне Талызина, Симбирской губернии. Детство и юность были тяжёлыми. Работал бурлаком, потом грузчиком. Читать научился лишь к 20 годам. Тогда же начал осваивать азы борьбы. Данные у него были отменные. Рост 186 см, вес 125 кг, грудь 129 см, бицепс 45. Перемены в жизни начались одновременно с знакомством с братьями Меркурьевыми. Весьма обеспеченные люди, пять братьев могли позволить себе уделять достаточно внимания своим страстям, борьбе и тяжёлой атлетике. Они помогали многим начинающим борцам. Меркурьевы отправляют 24-летнего Заикина на всероссийский любительский чемпионат по тяжёлой атлетике в Петербург. Иван побеждает. Четыре года спустя в Париже Заикин становится чемпионом мира уже среди борцов, обойдя 120 соперников из Европы, Азии и Америки. Помимо борьбы и атлетики, Иван Михайлович всерьёз увлекался воздухоплаванием. Летать он учился у одного из пионеров авиации француза Андри Формана. Но борьба всё же осталась его главным делом. В 1913-м Заикин выигрывает всемирный чемпионат по французской борьбе в Петербурге. Через три года начинается десятилетнее мировое турне. По его окончании Иван Михайлович и переезжает в Кишинёв. Переведя немного дух, Заикин собирает собственную труппу для передвижного цирка. С ним прославленный борец ездит по Бессарабии и Румынии вплоть до войны. Конечно же, публика ходила на Заикина. Его обожали. Да и как можно пропустить такое зрелище? Силач носит на себе духовой оркестр. Или сдерживает одновременно две пары лошадей. На его спине ломали столбы, гнули железнодорожные рельсы, строительные балки. Понятно, что Шапито Заикина всегда было переполнено. В военное время он предпочитает вообще не выходить из дома. Семья вынуждена распродавать многочисленные кубки и награды Ивана Михайловича. По окончании войны советское правительство назначает ему персональную пенсию в 500 рублей. Заикин уже живет не просто в доме, а в доме-музее. Умирает он в 1948 году. Многие мальчишки, которых он тренировал, стали впоследствии тоже тренерами. Редактор субтитров А.Семкин